Празднование Сабантоя хватило буквально весь край в Емельяновском районе. На ипподроме пройдут скачки, которые приурочены национальному празднику. Говорят, соревнования такого масштаба здесь еще ни разу не проходили. Степан Савченко приехал на скачки из Иркутской области. Молодой человек говорит, что не смог пропустить такие крупные соревнования. Тем более надо испытать молодого коня по имени Гость. Характер у животного непростой, но зато он развивает хорошую скорость. А это самое главное. Степан и Гость планируют побить рекорд и пробежать дистанцию меньше, чем за две минуты. Для этого коня надо как следует подготовить к заезду, а именно показать трассу. Но многое бывает зависит от настроения животного. Тоже по настроению их же смотрят. Что-то ему не нравится, мы не нагружаем, не ругаем. Уши стоят, значит, все нравится. Бывает, что животное не готово выйти на спортивную площадку, болит голова или поднялась температура. В таком случае лошадь сходит с дистанции. Чтобы этого не случилось, сухожилия должны находиться в теплых бинтах, а шкура должна быть чистой. Чистим за лошадки любят все, потому что это как массаж, как процедура такая гигиеническая. Всего на соревнования приехали 90 наездников со всего Сибирского федерального округа. В рамках праздника проведут 8 заездов и разыграют денежные призы, в том числе и специально от губернатора Красноярского края. Также между заездами пройдут показательные выступления по выездке и конкуру. Организаторы говорят, что мероприятие будет зрелищным. Собираются лучшие наездники и элитные лошади. Редкий сабантуй обходится без конных состязаний. И у нас такая возможность в Красноярском крае есть, потому что далеко не все столицы сегодня могут проводить скачки. Не везде есть ипподромы со времен на уровне. Организаторы ожидают, что на ипподром в субботу приедут больше 10 тысяч человек. Поэтому было решено сделать дополнительные парковочные места, чтобы все желающие могли оставить свой автомобиль. Находится большая парковка сразу за шлагбаумом. Въезд на территорию подрома – бесплатный адрес спортивной площадки поселка Емельянова, улица Советская, 165. По пути будут висеть указатели, чтобы водители легко могли найти дорогу. На федеральной трассе установлены указатели и также установлены указатели по территории поселка Емельянова, каким образом можно проехать на федеральный сабантуй. Здесь ожидает парковка порядка на 2000 мест, парковка бесплатная. То есть, соответственно, тоже будут люди, которые покажут и помогут людям припарковаться. Парковка находится на расстоянии примерно где-то 300-400 метров. Потом пройти здесь, на развлекательной площадке. Также на территории подрома будет работать город мастеров и ярмарка. Приезжать лучше заранее. Начало мероприятий – 18 июля в 10 часов. Екатерина Погорелова, Алексей Овсянников. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok